Следующие наши гости — это группа Crouch. Это новая группа, образовалась буквально на днях, условных на днях. Первый релиз у них вышел в этом 23-м году, он называется просто EP, Standard Play, по сути. На нем четыре трека, и играют эти люди, скажем так, среднетемповый Black Metal Core slash Post Metal, который вышел скорее не из Neurosis, а из Bridge и подобной группы. Вообще такую или подобной музыки можно найти довольно прилично. Плюс-минус валенок — это какой-нибудь там Rorkal, Amenra, Hexis, Celeste, Killhole. Ну, если добавлять или расширять круг поиска, что-то не совсем такое, но близко, то будет очень много что туда напихать. Характеризуется подобная музыка, как правило, следующая. Первое — средний темп, без регулярных сваливаний в какие-то там скоростные куски, без уходов в постоянно думовые темпы. Далее — это повсеместное использование, скажем так, Black'овых, в том числе острых диссонатных гармоний, гармонических оборотов, но, как правило, без характерного вот этого грязно-скоростного тремола, без такой вот прям стены звука. Опять же, средний темп, да, не забываем. Что еще? Это отсутствие или минимум динамики крещендо-диминуэнда, что отличает подобную музыку от прям очень-очень соседних вещей, типа Call of Luna или там Isis и т.д. и т.п. И это также ритмически сложная структура рифов. Ну, то есть, например, у вас, может быть, первая половина рифа чисто блоковой гармонии проведения, а вторая половина что-нибудь металлкоровое с грубом. И из этого как бы исходят такие зачастую изломанные тематические построения и нередко звучащие в размерах отличных от четырех четвертей. Давайте послушаем примерно, как это может звучать в исполнении Крауши. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне вообще больше всего их музыка напомнила швейцарцев Кнут и немного Калтук-Луна. Конечно, в той разнице, что у Калтук-Луна ритмически все немножко попроще, сами рифы немножечко попроще в плане строения. И, как я уже выше говорил, Калтук-Луна – это все-таки музыка немножечко другая. То есть, там есть много очень динамики и вот этой крещендо-диминуэнда, длинные эпические композиции, вот эти вот думовые темпы и т.д. и т.п. Короче, они пересекаются по некоторым ключевым используемым тропам, то есть выразительным средствам, но музыку, которую они с помощью этих тропов сочиняют, она достаточно отличается, достаточно заметно отличается. То есть, если вы возьмете трек Калтук-Луна типа Таймбуш-Тауэра, это будет довольно близко похоже, а если вы возьмете что-нибудь из более позднего творчества с большим количеством спокойных акустических частей, то будет вообще не похоже. Чем ребята из Крауч отличаются от своих собратьев? Значит, эти ребята, Крауч, это на самом деле люди из группы Witch, про которых мы уже говорили. Поэтому отличаются эта музыка, наверное, тремя основными вещами от своих собратьев. Первое – это яркие, запоминающиеся темы. Как вы ждут? Это хорошая композиция на макроуровне и на микроуровне, без скучных мест. Релиз идет 22 минуты, и он пора летает со свистом, и ты сидишь такой – «Воу, все? Хочу еще!» И все это в миру разнообразно. То есть, несмотря на то, что, конечно, группы используют такие частые длинные повторения одних и тех же тем или комбинации тем, она либо разнообразит их каким-то образом, добавляя какие-то нюансы, штрихи и вариации тем, либо просто перескакивает дальше аккуратно и плавно на какие-то другие темы. Вот, если присмотреться к вопросу о разнообразии, есть, например, более думовые части, в смысле, например, темпа. Например. Например. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но он там вписывается настолько органично, что я при первом прослушивании даже как-то не отметил, что это не очень характерно очеркотной подобной музыке. То есть, это сделано было прикольно. Ну вот, смотри-ка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мне понравилось, и если вам подобная музыка нравится, я советую на этих ребят обратить внимание. Если вам нравится, опять же, вы ждут, и вы как бы в голове прикидывали, чтобы, если такие ребята играли не блэк, а скажем так, что-то близко к постметалу, далеко ходить не надо, берите, слушайте. Ну так.